МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Российский народный фронт вновь обратились жители дома на улице Полевая-60 с жалобой на аварийное состояние жилья. Важная дата в отечественной истории. 30 декабря текущего года исполнится 100 лет со дня основания Советского Союза. Военнослужащие Тувы, которые сражаются на передовой, получили письма со словами поддержки и пожеланиями победы от школьников, студентов и юн-армейцев республики. Ребята написали, как они гордятся, верят в победу и всех ждут домой. И каждая строчка из писем, долетевших в зону боевых действий, искренне тронула сердце каждого. Здравствуй, дорогой солдат. Как ты? Ты очень храбрый, смелый, мужественный солдат. Вы защищаете свою родину. Мы очень гордимся тобой. Я живу в маленьком селе, учусь в шестом классе. Мне 12 лет. В моей семье шесть человек. И все мы гордимся вами. И благодарны за ваше мужество и храбрость. С 1 января 2023 года родители и будущие мамы будут получать единое пособие. Право на него будут иметь беременные и семьи с детьми, у которых невысокие доходы. Выплачивать единую выплату будет социальный фонд России, который придет на смену пенсионного фонда и фонда социального страхования. Более подробно узнавала Алденкыс Буян. Подробное разъяснение дала журналистам зампред председателя правительства Елена Хардикова на пресс-конференции, в которой приняли участие все профильные министерства, имеющие прямое отношение к назначениям выплат. Специалисты ответили на все вопросы журналистов. На сегодня существует несколько форм государственной поддержки семьи с детьми, начиная от беременности до совершеннолетия. Родила ребенка, назначается пособие. Третьего ребенка еще одна мера поддержки. До трех лет вторая мера поддержки. С трех до семи четвертая мера поддержки. С восьми до семнадцатой пятая мера поддержки. То есть мер поддержки достаточно, в общей сложности их пять. И на каждую после истечения определенного срока, как мы говорим, после беременности, после третьего ребенка, и так далее, нужно заново оформлять документы, нужно заново подавать материалы и так далее, то это теперь будет единое пособие. Иными словами, при постановке на учет беременной женщине до исполнения ребенком 17 лет больше не нужно обращаться в различные инстанции на получение выплаты. Оно будет назначаться автоматически. Согласно утвержденным правилам, а нужно сказать, что все нормативно-правовые документы приняты и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Все принято, все правила утверждены, все соглашения подписаны. Так вот, это пособие будет назначаться семьям, у кого доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения в регионе. С 1 января 2023 года в Туве размер прожиточного минимума составляет 14 519 рублей. Если на каждого члена семьи этот доход ниже данной суммы, то тогда семье будет выплачиваться пособие. Рассчитать свой региональный прожиточный минимум можно так. 14 519 рублей умножаем на каждого члена семьи. Например, это два ребенка и двое взрослых. Тут умножаем на 4. Получается, прожиточный минимум семьи не должен превышать 58 076 рублей. Семьи, чьи дети родились до 31 декабря 2022 года, могут выбрать новую систему выплаты пособий или остаться на прежних условиях. Теперь по ежемесячным выплатам от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет. Здесь хотелось подчеркнуть, что гражданам, которые на сегодняшний день уже эти выплаты начислены, и они получают в размере 100% прожиточного минимума ребенка, то им нет необходимости сейчас обращаться, потому что меняется расшетный период, за который определяется единое пособие. И, соответственно, размер выплаты может уменьшиться. А это значит, что семьям, где родились до 31 декабря 2022 года, торопиться с подачей заявления на единую выплату не стоит. А вот тем, кто родился с 1 января 2023 года, изменения не избежать. Таким образом, единое пособие упрощает подачу заявления родителям. Будет намного меньше времени уходить на подачу различных документов. Также с 1 января 2023 года изменится расчет нулевого дохода. Например, не будут учитывать время отсутствия работы по причине болезни одного из членов семьи. Также доходы мобилизованных граждан не будут учитываться. Общественная палата Тувы провела итоговое пленарное заседание. На повестке дня утверждение ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в республике за 2022 год. Информация, представленная в докладе, собрана в 9 крупных тематических разделов. Каких узнавала наша съемочная группа. Доклад – основополагающий документ, в котором каждый год Общественная палата Тувы представляет ключевые тенденции в развитии гражданского общества. В качестве приоритетных направлений были выделены развитие НКО, движения, волонтерство, развитие общественных советов, органов государственной и муниципальной власти. Было сказано, что в 2023 году будет обращаться самое серьезное внимание на деятельность общественных советов при органах исполнительной власти и местных органах самоуправления. Отметили, что из тех общественных советов, которые информированы при органах местного самоуправления, наиболее активный общественный совет под руководством Дова Чиганны Николаевны – это Ухемский Кашун. Региональная общественная палата состоит из 24 человек, представляющих различные некоммерческие объединения. Таким образом, в общественной палате, то, увы, представлены интересы большинства социальных групп. Впервые на территории республики был проведен межрегиональный форум многодетных матерей «Многомама», который проводило региональное отделение общественного движения «Матери России». Причем, как только вышел указ президента о награде подбрать мать-героиня, мы сразу же быстро ориентировались с вами и провели это мероприятие. Общественная палата Тувы совместно с общественными палатами субъектов России реализует проекты по просвещению некоммерческих организаций, в частности, за счет их участия в различных грантах главы Тувы и президента страны. В республику с помощью НКО и граждан президента Российской Федерации мы дополнительно сумели с вами привлечь 56 миллионов 433 тысячи 453 рубля. Хорошая сумма для республики, но на этом останавливаться нельзя. Нужно продолжать совершенствовать. В докладе также отмечено, что 2022 год убедительно продемонстрировал, что диалог между гражданским обществом и государством дает прекрасные возможности и перспективы по реализации самых масштабных гражданских проектов, направленных на созидание и развитие. Но для такого эффективного диалога важно пройти весь путь от постановки проблемы в публичном поле до разработки конкретных механизмов ее решения. В общероссийский народный фронт вновь обратились жители дома на улице Полевая-60 с жалобой на аварийное состояние жилья. Наша съемочная группа побывала на рейде, организована ОНФ. Три года назад дочь заявительницы купила квартиру в этом доме, который был построен в 60-е годы, когда шло бурное строительство в стране советов. Многоквартирный дом, больше напоминающий обшежитие, построили явно для краткосрочного проживания, ввиду отсутствия несущей конструкции и фундамента. В 90-е годы жители приватизировали квартиры и стали полноправными хозяевами. Время шло, дом ветшал. Первым сигналом для жалобы во все всевозможные инстанции стал случай, когда в 2020 году частично обрушился потолок кухни после дождя. К счастью, в тот момент дома никого не было. На этих кадрах вы видите последствия обрушения, снятые хозяевами квартиры. Здесь вообще условия нет уже, холодно. Вот весну теперь не открывается, не закрывается же. Все ремонты сами сделали. Вот это летом, вот это, все мы сделали же, 50 тысяч. Сам дом включен в программу по переселению из ветхого жилья только на 2025 год. Но нужно решать вопрос уже сейчас и спасать жителей как можно скорее. Причины на то видны невооруженным глазом. Гипсокартон, которым они обили стены, он весь полопается, это естественно. Двери не открываются. Нижние венцы все сгнили. Тогда вопрос к мэрии. Уважаемые работники мэрии, надо маленько открыть глаза пошире. И вот требования людей, которые живут в таких ветких аварийных домах, надо удовлетворять. Для участия в рейде в назначенное время представители мэрии не явились. По словам эксперта, жители уже подавали заявление в суд и по его решению мэрия должна была предоставить им новое жилье. Общероссийский народный фронт продолжит работу по данному объекту и поможет жильцам данного дома составлять документы, чтобы предоставить их мэрии для повторного приглашения межведомственной комиссии. РС Мангуш, Владимир Суртук, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. «Елка желаний» – ежегодная благотворительная акция, в которой жители Тувы, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. На этот раз мечту пятилетний Алденшуру Мангуш исполнил член Центрального аппарата избирательной комиссии России Константин Мазуревский. Маленькая Алденшуру очень хотела фотоаппарат. Заветный подарок от имени Мазуревского передал заместитель председателя избирательной комиссии Тувы Олег Фортуна. У нее было пожелание на Новый год, фотоаппарат, написала и все. Но мы не думали, что мы пройдем. Да, мы очень довольны подарком. Спасибо большое. Отметим, что акция «Елка желаний» проходит в России в пятый раз. Она продлится до 28 февраля включительно. До этого времени дети и пожилые люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут загадать желания на одноименном сайте. Верховный Хурал совместно с Министерством образования, Минтрудом Тувы и Региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия» организовали для всех детей военнослужащих республики новогоднюю елку. О праздничном настроении рассказывает Алден Казбуян. Большие зайцы, загадочные чередеи, маленькие принцессы, сказочные персонажи и современные супергерои. Собрались со всей республики в просторном фойе музыкально-драматического театра. Здесь всех участников ждал самый сказочный день уходящего года. У меня очень хорошее настроение и я рад, что попал на эту елку. Мой папа сейчас на СВО и он защищает слабых людей. Девятилетний Саша Воронов – третий ребенок в семье. Всего у него четыре сестры. Об СВО знает мало, но уверен, что папа, как и в повседневной жизни, защитник слабых. И Саша на елку символично выбрал костюм рыцаря. Мы очень готовились, мы детям готовили. И утром еще такое хорошее представление. Игры приготовили. Мы ждем Деда Мороза, снегурочку. И будем сегодня с нашими детьми вместе радоваться и встречать Новый год. Хотел бы еще параллельно этому поздравить всех наших жителей республики с наступающим Новым годом для всех наших детей, чтобы мечты всех наших детей в будущем году сбылись. Из каждого района ребятишки приехали на школьных автобусах с соблюдением всех мер безопасности, сопровождающие в лице двух-трех взрослых в зависимости от количества детей и обязательно медицинский работник. С Пехимского козу на сегодня прибыли 40 детей, смобилизованы кратом от 7 до 17 лет. Мы приехали с сопровождением ГАИ, 4 автобуса, перевозка была организованная, 4 сопровождающих и 1 медработник. Многие ребятишки прибыли из отдаленных районов. А так как программа обширная, детей ожидал не только сладкий подарок, но и полезный вкусный обед. Новогодние елки для детей, которые организуют разные ведомства, министерства, проходят каждый год. И ребятишки обязательно запомнят сказочное представление в театре. Другим темам. Начальник Центра лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Тыва провел встречу с личным составом по вопросам усиления контроля за оборотом оружия в период новогодних праздников. Какие еще вопросы обсуждали на встрече в Управлении, узнавал Сайген Бюргю. Ему слово. Повестка совещания. Два основных вопроса, которые являются для любого ведомства главным при завершении старого и в преддверии нового рабочего года. Запланированный сбор личного состава. Два вопроса. Это подведение итогов работы за 2022 год и постановка задач на начало 2023 года. Следует отметить, что Росгвардейцы ЦЛРР собираются в полном составе только два раза в год. Можно сказать, наша съемочная группа выбрала удачный момент, чем и воспользовались правоохранители. Первым делом полицейские гвардейцы озвучили проблему с медицинским освидетельствованием на право владения оружием. Основное направление идет по части прохождения медицинского освидетельствования на владение гладкоствольным нарезным оружием ограниченного поражения владельцами оружия, которое проводится один раз в пять лет. Граждане обязаны его самостоятельно пройти и предоставить. То есть любители охоты обязаны следить не только за окончанием периода действия разрешения на оружие, но и за сроком медицинских справок, дающим право на владение и использование огнестрелой. Есть нюансы, игнорирование которых чревато последствиями. Потому что зачастую бывает, что владелец имеет несколько оружий, и оружие с разными сроками действия разрешений, а медицина, допустим, может закончиться на днях, а сроки разрешения заканчиваются через год или через два. То есть за данное нарушение мы, получается, аннулируем разрешение, оружие изымаем до момента устранения данного нарушения. Кстати говоря, у центра налажено электронное взаимодействие с Минздравом Тувы, по базе которого и отслеживаются сроки медсправок граждан. Есть и другая проблема, которая зачастую возникает именно в празднике, особенно в период встречи Нового года. Владельцы оружия от избытка новогодних чувств пугают небо всевозможными выстрелами. Законом, получается, предусмотрена ответственность, которая влечет на уложение штрафа от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия за нарушение стрельбы в общественных местах. То есть это касается как нарезного, гладкоствольного оружия, ограниченного поражения, а также ракетниц. Находящиеся под градусом люди не всегда осознают, куда направлено оружие. Могут стрелять с балкона, окон или в общественных местах, забывая о последствиях. В целом по республике Тува за данный год нами таких фактов было не установлено. Однако по России существуют такие моменты. То есть и в социальных сетях, в ютубе, в том же. То есть очень много видео, где граждане стреляют с балконов. Малейший ветер сдувает ракетницу, она попадает к соседям, либо в людей. То есть и наносит колоссальный вред. Возникают пожары, получают ожоги. Также разгвардейцы напоминают, что в уходящем году вступили в силу изменения в закон об оружии и достаточно жесткие. Так, если гражданин в течение года совершил любое правонарушение, за которое получил административный штраф, служба лицензионной разрешительной работы аннулирует его разрешение на оружие. Так что владельцы оружия отныне должны соответствовать образцу высокоморального члена общества. А при праздновании Нового года от греха подачи лучше разрядить оружие, спрятать в сейф и потерять ключи от него. Важная дата в отечественной истории. 30 декабря текущего года исполнится ровно 100 лет со дня основания Советского Союза. В честь этого в Тувинской государственной филармонии прошел торжественный концерт. В ностальгию свидетелей того времени погрузился наш корреспондент Айрасат. Товарищи, окунемся в советское прошлое. Сейчас изобилие всего, а когда-то мы были рады прекрасному пирожку, стаканчику компота. Какой у нас замечательный советский буфет. Божественный вкус советских пирожков многие помнят до сих пор. Воздушное тесто, ароматная начинка и натуральные ингредиенты. В конце декабря этого года исполнится 100 лет со дня основания Советского Союза. Торжественный концерт начался с гимна СССР. Советский Союз – это наша общая гордость. Это гордость наших дедов, отцов, наших матерей. Поэтому мы никогда не забудем славную историю тувинских добровольцев, славную историю тувинских тружеников. С 1975 по 1985 год в нашей родной республике было несколько тысяч комбайнов. С 1975 по 1985 год в нашей республике было несколько тысяч тракторов. Не говоря уже о совхозах-миллионерах. 17 августа 1944 года Малый Хурал Тувинской Народной Республики принял декларацию о вхождении ТНР в состав СССР. Так, Тува была включена в состав Советского Союза на правах автономной области. Мы сегодня полный голос должны сказать, благодаря созданного великим Лениным коммунистической партией Советского Союза, Советского Союза, благодаря многонационального народа, великой державы, тувинский народ, как малочисленный народ, как другие малочисленные народы, Благодаря этому получили историческую возможность возрождаться и развиваться, стать на будь всестороннего прогресса. Мы сегодня огромной благодарностью должны вспомнить этот прекрасный день, что именно благодаря политической, организаторской деятельности, национальной политикой гуманистической партии, тувинский народ стал частью Советского Союза. Со знаменательной датой от имени регионального правительства и главы Тувы Владислава Ховалыга слова благодарности и поздравления передал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Тувы Айден Чудюк. Это историческое событие стало отправной точкой масштабных политических процессов. Добровольное объединение суверенных советских республик в единое союзное многонациональное социалистическое государство определило ход их политико-экономического и культурного развития. Совместная борьба народов советских республик против внешних врагов сплотила их для того, чтобы отстоять государственную самостоятельность и независимость. Даже в самом названии Советский Союз много ностальгического. Зрители и те, кто о тех временах может говорить не понаслышке, поделились своими воспоминаниями. Все только хорошее вспоминается. Молодость наша прошла в Советском Союзе. У нас приоритет был – это спорт. Всегда и всюду, везде. Возможно, и до сих пор, как раз Катя со мной сидит, тоже занимаемся спортом. Хотя нам уже за 70. Уважения мало сейчас. И общение между собой. Между собой очень плохо общаются. Потому что вот эти гаджеты, они отнимают все общение. Они вот в основном так. А мы-то тогда играли вместе. Ну, раньше мы, конечно, ели в настоящее. Настоящее. Пусть капуста, пусть картошка, пусть мясо. Но все было свое. И никаких недобавок, ничего, правильно? Никаких ешек не было тогда. Теперь это ни кругом не почитаешь. Везде ешки и ешки. Вспомнить любимые и известные композиции того времени помог ансамбль ветеранов Чичи Эксаяны. Очень известная Ленин партия. Мы готовили как раз в то время, еще когда был ленинский комсомол. И это произведение прямо сразу же было выучено наизусть нашими ребятами. И до сих пор осталось в памяти. Почему? Потому что в то время память хорошая была. Наш ансамбль зародился уже к 70-м годам. Под руководством Роберта Лесникова. Его вся Тува знает. Мереприятие завершилось праздничным концертом, где выступили творческие коллективы республики. В нашей республике мужчины-вдовцы, воспитывающие детей, нередки случаи. Узнаем в следующем сюжете, как мужчины Тувы помогают своим на примере Чашола Мангуша, отца двоих детей, который потерял жену, но не вкус к жизни. Житель Турана Сайдаш Мангуш выступает примером настоящего мужчины и любящего отца. После гибели жены он воспитывает двух сыновей-инвалидов и, несмотря на удары судьбы, не пускает руки, поднимает своих родных. Проблем в быту немало, но в первую очередь нужна дополнительная кровать, так как сыновья растут. Это представители Совета отцов Тувы и его руководитель Хонуол Мангуш, которые подарили отцу и сыновьям новый диван. Данный жест добра подается в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ты не один». Акция называется «Ты не один». Это посвященная, значит, или поддержка, скорее всего, отцов, которые воспитывают своих детей. Мы недавно вручили холодильник тоже стоимостью 42 тысячи рублей. Такому же товару Кызыцкому, вот сегодня мы приехали. Вот Тяжелый Александрович, который воспитывает своих детей один, по его пожеланиям, купили вот мебель хороший, он стоит 53 тысячи рублей. Большое спасибо всем, кто откликнулся на просьбу и помогли нам в канун Нового года. На сегодня в республике есть 37 отцов, которые в одиночку поднимают своих детей на ноги. В планах у Совета отцов ближайшие два года охватить и помочь всем. У Совета отцов Тувы есть договоренность с коллегами из Москвы, с Советом отцов России. За пару лет охватить и помочь всем мужчинам, на которых выпала такая доля. Нет ни туалетов, ни воды, написали в социальных сетях обеспокоенная анонима о гимназии номер 5 Кызыла. Почему до конца года текущий ремонт все еще не завершен, что мешает учебному процессу и кто в этом виноват, попыталась разобраться наша съемочная группа. Айрасат с подробностями. С другой стороны школа на трех этажах, уборной до сих пор на ремонте, нет ни туалетов, ни воды. Также в одном крыле нет воды в классах. Почему с сентября по декабрь ремонт все еще не окончен? Дети, чтобы сходить в уборную, обходят все здание, а на переменах очереди. Технический персонал с ведрами обходят кругом. Примите меры. Это обращение было опубликовано в одной из популярных групп в социальных сетях. По всей видимости, неизвестный автор знает проблему изнутри и действительно переживает. Летом этого года в уборных пятой гимназии подряд на организации был произведен ремонт, в ходе которого заменили систему отопления, водоснабжения и провели отделочные работы. Все бы хорошо, но воды до сих пор в одном крыле нет. По вине заказчика у нас, к сожалению, на данный момент мы не смогли открыть туалеты. То есть ремонт был выполнен, туалеты мы открыли, но напор воды холодной маленький, туалеты в таком рабочем состоянии не смогли функционировать. Сейчас мы открыли в том крыле только туалеты на первом этаже, они работают. Но на втором и третьем, если мы открываем, то напор воды не соответствует. То есть в туалетах нормально работать не могут. Тяжело работать в таком режиме. У нас тут работают, сейчас функционируют туалеты только с южной стороны. Здесь второй и третий этаж закрыты. При нашем количестве учащихся и работников гимназии это крайне неудобно. Четыре туалета для мальчиков и девочек и два туалета для преподавателей на данный момент не работают, потому что нет нужного напора холодной воды. Недостаточное давление. Именно в этом видят причину представители подрядной организации. Мы не занимаемся вопросами повышения, понижения давления. Это, скорее всего, вопросы к водоканалу. Обычно по требованиям от двух с половиной идет. Но здесь с учетом того, что если открывать одновременно все 15 санузлов, понятно, что давление будет падать еще ниже. У нас было устройство и монтаж полностью санузлов, что мы выполнили в полном объеме. Сейчас меняем отвод один с 90 градусов на 45. В старшей школе 5-й столичной гимназии обучаются 2000 ребят. Руководство образовательного учреждения, как никто, заинтересовано в том, чтобы школьникам было удобно и учебному процессу ничего не мешало. Мы сделали официальный запрос водоканала. Нам дали заключение, что давление, которое подается в школу, соответствует норме. То есть все-таки где-то вот здесь внутри школы сделано было не так. Наши рабочие, наш сантехник нашей гимназии, да, им изначально говорил, что диаметр труб должен быть больше, но они не соглашались. И вот это к этому привело. То есть на данный момент вода в туалетах на втором и третьем не поступает. На исправление работы и разрешение ситуации у подрядной организации один день, сообщают представители мэрии. Надо исправить маленькие ошибки там есть. Надо их исправить. Думаю, вода пойдет. Ну и получается у них давление на минималке. По СНИПу должно быть от 2,5 идти. По факту у них 2,6 получается. Надо тоже с водоканалом это отработать. Чтобы давление ровное было и в том крыле, и в том крыле. Получается в том крыле 3 очка, а здесь 2,6 очков. Минимальный по СНИПу от 2,5 должно идти. В принципе минимум есть, но все равно, чтобы все ровно ушло, надо там отрегулировать. Сегодня, последний день, они должны уже что-то предпринять. Ну, либо уже по-другому. С начала нового учебного года прошло 4 месяца. На сегодняшний день у каждой стороны своя позиция и мнение. Вот только почему работы были приняты и сколько еще мучиться детям, техперсоналу и всему преподавательскому составу, вопрос остается открытым. Но, как нас уверили, ждать придется недолго. Так ли это на самом деле, покажет только время. Это были все новости к данному часу. С вами была Чинчик Ашпукол. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»